В основу политической жизни республики единороссы Мордовии заложили идеи, которые высказал в послании Федеральному собранию президент страны Владимир Путин. Задача на ближайшую перспективу – активизировать работу по разъяснению жителям республики идей, которые заложены в поправках в Конституцию страны. В день голосования гражданам Мордовии и всей России предстоит сделать исторический выбор. Будут ли эти поправки вынесены в текст Конституции или же оставить всё как есть? Решать только нам. Очень важно, чтобы такие решения принимались консолидированно всем обществом. Ведь Конституция, её ценности – это то, что нас объединяет. Эпидемиологическая обстановка в нашей стране также наложила отпечаток на работу Единой России. В Мордовии единороссы вместе с активистами Общероссийского народного фронта создадут волонтёрский центр. Он будет координировать усилия по оказанию помощи гражданам в связи с коронавирусом. Волонтёры будут помогать людям старшего поколения с решением бытовых вопросов. Есть предложение, чтобы волонтёры штаба при необходимости могли бы оказывать помощь медицинскому персоналу в больнице. К этому можно было бы подключить волонтёров-медиков. Речь идёт о работе, которая поможет разгрузить первичный медицинский персонал для выполнения прямых своих обязанностей. Они могут, например, помочь в приёмном покое, отвечать на телефонные звонки и оказывать какую-то иную помощь, которая не связана с риском для здоровья. В обсуждении поставленных задач принял участие и глава Мордовии. Владимир Волков высказал удивление, что некоторые жители республики продолжают игнорировать запреты на посещение зарубежных стран и на отбывание двухнедельного карантина после прибытия. Нам сейчас важно донести до каждого человека, что он выполнял те инструкции, те мероприятия, о которых говорят специалисты. Однако, несмотря на трудности, задачи, которые поставил президент России в своём послании, никто не отменял. Владимир Волков напомнил, что в республике приняты собственные меры поддержки материнства и детства. Предпринимаются шаги по подготовке и закреплению молодых специалистов. В республике действует несколько программ, которые члены партии должны активно пропагандировать. Молодая семья, приезжающая с населённо, учитывая то, что сейчас у нас трёхпроцентная ипотека сельская, имеет в государстве 4-5 миллионов рублей, сразу же она может строить дом, завестись хозяйством и спокойно работать. Большое внимание уделят единороссы и реализации национальных проектов. Они призваны улучшить качество жизни жителей нашей страны. Это совпадает с целями, которые ставит перед собой и Единая Россия. В числе задач регионального отделения партии, видное место занимает подготовка и празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. На заседании договорились, что в первой декаде апреля партийцы начнут уборку около памятников и обелисков погибшим воинам. А 18 апреля проведут общереспубликанский субботник. Планируют провести и другие масштабные мероприятия. Севча памяти тоже объявлена акция 22 июня по всей России. Но у нас в Саранске и Мордовии принято уже тоже много лет, десятки лет, что севчу памяти мы проводим. И 9 мая, обычно вечером в 8-9 часов мы проводим и 22 июня, и мы проводим еще 3 декабря в день неизвестного солдата. Для еще большей активизации работы по патриотическому воспитанию единороссы Мордовии подписали соглашение с региональным отделением движения «Волонтеры Победы». Вячеслав Кузьменко, Станислав Семин. Народные новости. Продолжение следует...